В КФУ состоялся пятый студенческий марш победы. Новым руководителем университетской клиники КФУ назначен Сергей Осипов. 30 апреля состоялся студенческий марш победы КФУ. Наш корреспондент побывал в центре событий. Смотрим. В преддверии Дня Победы уже в пятый раз КФУ проводит студенческий марш победы. Участниками марша победы являются лицеисты, студенты, сотрудники и преподаватели КФУ. Их всех объединяет любовь, уважение и благодарность предкам за мирное небо. В этом году марш победы был приурочен к празднованию 74-й годовщины победы Великой Отечественной войне. Более 5000 человек приняли участие в шествии и митингах, тем самым почти в память героев. Студенческий марш победы призывает, во-первых, к патриотическому воспитанию молодежи. И сама молодежь начинает все-таки осознавать, что без нашей истории, без наших предков, без наших прадедов, которые воевали в Великой Отечественной войне, нет будущего. Ровно в 11 часов утра перед Кремлем руководство Республики Татарстан и Казанского федерального университета возложили цветы к памятнику татарскому поэту, герою Советского Союза Мусе Джалилю. Отсюда стартовали 11 взводов почетного батальона 210 и участники бессмертного полка Казанского федерального университета. Путешествие колонны «Бессмертный полк КФУ» проходит от памятника Мусе Джалиля до главного здания КФУ. В этом году более полутора тысяч человек несут фотографии своих дедов, прадедов и прабабушек. В руках у них фотографии родственников, которых, возможно, они даже не видели и не знали, но историю помнят и, главное, гордятся. Он был в медслужбе лейтенантом. Боевой не застал, но родственники мне много рассказывали. Был очень достойным человеком. Первый раз участвую и действительно по велению сердца. Это мой дедушка Халилов Эмир Буртович. С июня 41-го участвовал в боевых действиях. Самый тяжелый период войны прошел и получил тяжелые ранения в боях под Москвой. У меня участвовал в войне прадедушка мой. Он получил медаль за отвагу, за то, что переправил через реку свой отряд. Я хотел бы равняться на него и поэтому принимаю участие в маршу Победы. Подготовка к студенческому маршу Победы началась еще в середине февраля. Ребята учились маршировать строевым шагом и день от дня оттачивали свой навык и мастерство. Мы готовили где-то месяца два. У нас было по четыре тренировки в неделю. У меня семья военных и хочу, чтобы папа мной гордился в первую очередь. Ему было бы приятно это посмотреть. Даже форма дает, какую-то атмосферу придает. И вообще я считаю, что это очень важное дело, потому что надо помнить, кто проливал кровь за нашу землю, благодаря кому мы сейчас живем. Впервые в этом году участие в марше принял женский батальон. Девушки в военной форме ощутили на себе всю важность и ответственность данного события. Большая ответственность на нас лежит. Тем более мы девушки, нам немножко сложнее, но все равно мы виду не показываем и стараемся наравне с мальчиками так же маршировать и чеканить шаг. Подготовка длилась где-то два месяца и участие я решила принять, потому что я очень большой патриот и до этого в своем городе принимала участие. Праздник Великой Победы – один из главных праздников нашей страны, в котором отражена великая мощь и сила. Особенно это чувствовалось здесь, когда ровной колонной один за другим проходили все участники марша. В марше Победы также задействованы ретро-автомобили, которые прямо сейчас едут по улице Кремлевская. Главными гостями марша Победы, конечно, стали ветераны Великой Отечественной войны. Этот праздник лишь маленькая дани благодарность за подвиг, стойкость и мужество. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Шествием такое крупное мероприятие не ограничивается, его участники собрались на торжественную часть. Подробности далее. После шествия студенческого марша состоялась торжественная часть. Более пяти тысяч человек собрались напротив главного здания Казанского федерального университета. Среди них студенты и сотрудники федеральных вузов, а также участники войны, ветераны и труженики тыла. От лица Казанского федерального университета выступил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Для Казанского университета годы войны это непростое время. Время, которое требовало стойкости и мужества, героизма ученых и студентов, напряженного и тяжелого труда в тылу. Мы горды тем, что в славной военной летописи страны есть доля подвигов студентов и сотрудников Казанского университета. Своё слово для участников мероприятия сказала депутат Государственного совета Республики Татарстан Анастасия Исаева. Очень значимо, что этот марш проходит на территории университета. Испокон веков, из столетия в столетие университет передает те важные базовые ценности, без которых немыслимо человечество. Такое событие не может обойтись без людей, заставших те времена. Великой ценой мы достигли эту великую победу. 27 миллионов человеческих жизней погибло в годы Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, были разрушены тысячи городов, сел. Такая счастливая. У меня грудь просто переполняет радость. Только потому, что в нашей стране вот такие солдаты красивые. В студенческом марше «Победы» принимают участие не только студенты КФУ, но и других федеральных университетов. Поддержка осуществляется каждый год. После торжественной части участники мероприятия имели возможность пообедать на специально организованной полевой кухне. Артём Топичкин, Александр Юдин, Ленардо Валетяров, Универньюз. В завершении студенческого марша «Победы» сегодня состоялось возложение цветов к мемориальной доске памяти преподавателей, сотрудников и студентов Казанского университета, отдавших жизни за свободу Родины. Об этом в нашем сюжете. В воскресный день 22 июня 1941 года студенты готовились к последним экзаменам. Но как только пришло известие о начале войны, вышли на митинг. Была принята резолюция. Студенты Казанского государственного университета заверяют советское правительство в своей полной готовности по первому их зову до последней капли крови защищать честь и свободу социалистической Родины. В память о безвозвратно ушедших на фронт, уже нынешние студенты, сотрудники и преподаватели университета ежегодно возлагают цветы к мемориальной доске во внутреннем дворе главного здания КФУ. Конечно, сегодня, когда мы собираемся, это день, когда мы все объединяемся, несмотря на наши разногласия, может быть, во время учебы, может быть, во время каких-то мероприятий вне учебы. Мы сидим здесь все вместе для того, чтобы вспомнить о тех людях, которые вышли в свое время из стены университета, для того, чтобы защитить нашу свободу, нашу независимость и наше счастливое будущее. В данном случае наше счастливое настоящее. На Камне Славы высечены 88 имен. Среди них бывший декан историко-филологического факультета Плакатин, ассистент физико-математического факультета Хамитов, сотрудник астрономической обсерватории Гайнулин и множество других достойных людей. Когда студенты видят то, как мы собираемся здесь, для чего мы здесь собираемся, больше им ничего говорить не надо, они так все понимают, потому что, ну, вот эта сама обстановка, она заставляет людей думать, думать немножко в другом ключе, и они понимают, что в этой жизни, жизнь стоит не только из каких-то праздников, из каких-то веселых мгновений, не только из-за учебы, а есть какие-то более важные в этой жизни события, которые, ну, скажем, может быть, отодвигают на задний план все то, что нам кажется важным сегодня. Камиль Гемоздинов, Ленарда Валитяров, Универньюс. Совсем недавно главным врачом университетской клиники КФУ был назначен Сергей Осипов, кандидат медицинских наук, ранее первый заместитель министра аппарата Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Мы получили эксклюзивное интервью о планах по развитию университетской клиники Казанского университета. Планы, на самом деле, достаточно широкие. Прежде всего, это план создания единой неделимой университетской клиники по образцу лучших западных клиник. То есть это полное слияние науки и практики на единой площадке и быстрое внедрение научных разработок, с одной стороны, в практику, с другой стороны, заказ практики на научные разработки. Это основное, что мы должны сделать, и, соответственно, это будет в ближайшее время реализовываться. Клиника университета – это структурное подразделение здравоохранения Республики Татарстан. Соответственно, все задачи, которые поставлены перед здравоохранением Республики Татарстан, касаются нас в полном объеме. В том числе мы ответственны и за реализацию целей национальных проектов, которые были озвучены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И наша работа будет направлена на то, чтобы Республика максимально эффективно реализовала поставленные перед нами задачи. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова